Передача первая. Это значит первая передача Парантуана Лавуазье. И вообще первая передача из цикла нашего интеллектуальной истории в лицах и названиях. Значит, к чему я клоню, вообще-то говоря, открывая этот новый цикл наших передач? Помнится, было время, когда я вам про математику рассказывал. Было такое время? Было такое время, когда я вам пытался рассказать про всякие вещи, связанные, ну скажем так, с естествознанием. И появилась естественным образом такая мысль. Вы видите, у меня гуманитария все. Для вас рассчитана передача. Что толку гуманитарию талдычить по пять раз на дню про синус 30 градусов? Никакого толка. Ему как-то вот более гуманитарно, более что ли куртуазно надо преподносить материал. И если просто рассказывать вам про всякие косинусы, про всякие ядерные реакции, при этом всякие вставлять анекдоты, не имеющие отношения прямого к делу, это не серьезно, крайне. Крайне серьезно совершенно другое. Дело в том, что когда наука живет, развивается, она развивается не в вакууме, не в пустоте, она развивается в обществе конкретном. Люди, которые науку развивают, они в этом обществе живут. Живут они отнюдь не в башне слоновой кости и золота, а живут они, в общем-то, ну, кто в каких слоях общества, кто в высших, кто в средних слоях, кто еще ниже. Вот. Хлебают по полной программе все неприятности и удовольствию того периода времени, в который им довелось мелькнуть на небосклоне нашей истории. И я бы сказал, то, что они придумывают и открывают, оно, во-первых, является одним из элементов того, что придумано, открыто, измышленно и высказано в ту эпоху, с одной стороны. А с другой стороны, оно было сказано к какому-то случаю, все это окружала та эпоха, та среда. Да. Вообще-то, как-то так получалось у меня, что хотел я начать этот цикл рассказов с Юлией Цезаря. Думаю, вот Юлий Цезарь, такая мирового значения фигура, всем нам вот в таком вот западном мире. Мы вообще-то вот иногда себя к западу причисляем, иногда к востоку, когда хотим подчеркнуть свою, так сказать, загадочность русской души. Ну, вот в данном случае наши цари Рюриковичи любили выводить свой род, кстати говоря, от Юлии Цезаря. Так что пытались себя причислить тоже к западу. Вот. Ну, вот Юлий Цезарь вроде как, да, такой великий человек, ввел тот календарь, по которому мы фактически с небольшими исправлениями живем до сих пор. Ну, много других замечательных вещей совершил. Но судьба распорядилась так, что мы начнем с Антуана Лавуазье. Антуан Лавуазье все знают, все, кто химию учил. Кто учил химию в старое доброе такое советско-сталинское время, знают закон сохранения вещества, значит, Ломоносово-Лавуазье через черточку. У нас было тогда принято подчеркивать российские приоритеты. Ну, и, значит, известный на Западе закон, значит, который, скажем так, народная молва в кругах химиков и физиков приписывает Антуану Лавуазье. У нас в России к нему имел прямое отношение наш свой самородок Ломоносов Михаил Васильевич. Вот Антуан Лавуазье. Не мог я найти ту картинку, которую обычно печатают в учебниках химии. В учебниках химии Антуан Лавуазье не с таким серьезным лицом, как здесь. Видите, какое серьезное лицо у Антуана Лавуазье. Вот полюбуйтесь, давайте я вам покрупнее его сделаю. Указка все равно ведь я не буду показывать. Видите, такой серьезный-серьезный, немножко грустный. Вот так вот он показан. Или вот, если угодно, вот такая вот та же самая работа художника, но вот более светлое воспроизведение. Такой серьезный-серьезный грустный. А вот химики, они в душе романтики. У них Лавуазье обычно в учебнике сидит так же вот немного в профиль. Лучше виден его нос с горбинкой. И у него вот такой вот отложной воротничок, такая рубашка распахнутая на груди. И такой вот у химиков намек всегда на то, что Антуан Лавуазье был обезглавлен во время Великой Французской революции. Досталось ему бедному. И рядом с ним иногда в учебниках химии-то он изображается сидящим в кресле, а сзади него в чипце стоит высокая молодая дама, его супруга. Супруга его такая была, как бы сказать, прирожденная жена ученого. Когда Антуану Лавуазье отрубили голову, она немного погодя, значит, ну, когда достаточно, не то, что немного погодя, а много лет спустя вышла еще раз замуж тоже за ученого человека. За американца. Рум Форд. Такой вот был ученый-физик. Вот такие дела. Вот так там их любят изображать обязательно. В распахнутом, значит, воротничке. Я не нашел нигде эту гравюру, этот портрет. Может, его сами химики и придумали для своих учебников. Не исключено. Потому что как так не принято уж было больно фривольно изображать официального человека. А Антуан Лавуазье был человек весьма официальный, весьма успешный. Он был откупщик. Это такая неприятная, в общем-то говоря, должность, как я со школы помню. Значит, система сбора налогов в ту пору, во времена абсолютизма во Франции, это называется абсолютизм, когда всем управляет король. Или как у нас в России император управлял. Царь, император самодержица российской. Абсолютной властью он пользовался, поэтому называется абсолютизм. Так вот, в ту пору не утруждали себя особенно инспекцией по налогам и сборам, а делали так. Вот есть какой-нибудь район, Шампань, например. Находили бы откупщика, который выплачивал бы за эту самую Шампань полагающуюся сумму налогов и сборов. И дальше этот откупщик сам от имени короля собирал налоги. Ну, в свой карман уже, разумеется. Вот этими вопросами откупов, значит, откупов, да, и ведал, в частности, один из откупщиков французских, это был Антуан Лавуазье. Он очень успешно этим делом занимался. Нужно сказать, что было такое подозрение, что он был очень уж такой высокоаристократический якобы человек, подозрение такое было, он таким не был, что такого рода должность он получил, ну, как бы сказать, ну, просто как повод собирать деньги, получать жалования своего рода. То есть он не занимался реальной какой-то практической деятельностью. Ну, вот много лет после его смерти в XIX веке нашелся во Франции добросовестный ученый-историк науки, который, значит, перерыл все архивы, все бумаги поднял и выяснил, что Антуан Лавуазье в поте лица добывал свой хлеб, значит, занимался вот этими откупами. Так и не удалось мне выяснить на основе вторичных, в общем-то, источников, как же, значит, образовывался пот на лице Антуана Лавуазье, что он там творил-то с этими откупами, что ходил по крестьянским домам и выколачивал деньги, что ли? Тоже очень не симпатичная должность. Но вот, тем не менее, вот этим он занимался. Был такой период времени, когда уже началась Великая Французская революция, и перед ней, когда можно было хорошо поспекулировать, можно было заняться приватизацией королевских имуществ, имуществ церкви, на этом деле люди наживали состояние, и большие богатства собирали, потом теряли головы, в прямом смысле, на плахе. Но вот Антуан Лавуазье, он приложил руку к хлебным спекуляциям, и тем, в общем-то, наверное, переполнил чашу терпения. Его среди многих других не миновала участь такая потерять голову на плахе. Вот, свою голову. Вот, ну, большая часть жизни Антуана Лавуазье, конечно, прошла раньше. Большую часть своей жизни, творчества, семейной жизни он провел во времена абсолютизма, абсолютистской монархии. А вот эти все перипетии революционные, вот, взятие Бастилии тут изображено, пальба, пушки, поля, клубы дыма. Это пришли, значит, парижане потребовать у, как бы сказать, коменданта этой крепости, потребовать оружие. А он им его не выдал. Ну, они, значит, на него осерчали и взяли штурмом Бастилию. Вот, какие дела происходили иногда, значит, во Франции в ту пору. Вот, вот шум, гам, политическая борьба, видите, вот народ требует установления республики. Вот это все было фоном для последних лет жизни. А до всего этого дела Франция дошла после долгой, приятной, куртуазной, веселой, скандальной, какой хотите, жизни, которой жила Франция очень долго-долго, наверное, со времен, как бы не Людовика XIII, но уж XIV-то точно, богатая, счастливая, абсолютистская жизнь. Король Солнца Людовик XIV окончательно ввел в моду такую вот шикарную, красивую, достойную жизнь. И вот принято и протекала жизнь Антуана Лавазье. Нужно сказать, что он, конечно, не был большой фигурой на политическом небосклоне, то есть никакой он не был фигурой. И его деятельность, как откупщика, видите, потребовала специальных исследований, чтобы о ней толковать. Но очень большое, как оказалось, личное влияние на историю Франции оказал последний французский король. Ну, он не самый был последний, последний перед революцией французский король Людовик XVI. Вот тут вот изображен на этом портрете его папа. Людовик, но без номера. Он не был королем. Людовик XV был дедушкой Людовика XVI. А это был Людовик, просто Людовик. Дофин Людовик. Ну, готовили, конечно, дали ему это имя в надежде, что он когда-нибудь станет очередным королем. Ну, а папа его был очень, так сказать, долголетним, и не пришлось ему подцарствовать, покоролевствовать. Ну, пожил он, я думаю, тоже неплохо. Хотя все время приходилось ориентироваться на своего папу и на его, значит, фаворитку, мадам Дюбари. Очень красивая, кстати, женщина. У меня есть портрет, но он в конце лекции, к сожалению. Ну, вот на закуску сегодня увидите красавица из красавицы, мадам Дюбари. Пусть это удержит вас около экрана телевизора. Вот он каков был. Папа нашего героя, временного героя. А это вот Людовик, Людовик XVI. Вот посмотрите, вот что про него можно сказать. Человек он явно такой интеллектуальный, как вам кажется. Немножко растрепанные губы, такая излишняя полнота. Он вообще был не от мира сего. Вот все эти, так сказать, плотские удовольствия были не для него, как оказалось. И всех таких вот светских забав он предпочитал только охоту, охотиться любил. А во всем остальном он книжки читал. К женщинам у него отношение было отдаленное очень. Дело в том, что вот я книжки только приличные всякие читаю. Вот там очень скупо говорят о каком-то его физическом недостатке, которое долгое время не позволяло ему иметь ничего общего даже с его родной женой. Они лет семь, по-моему, прожили в браке. Прежде чем брат его жены, Мария Антуанетте, австрийский император, приехал в Париж и уговорил мужа своей жены, уже короля, по-моему, Ледовика XVI, сделать себе небольшую какую-то операцию хирургическую, какую-то простую операцию. Представьте себе, в ту пору ведь наркоза-то не было еще эфирного. Простую операцию на каком-то еще интимном месте пришлось ему уговорить сделать. Ну, после чего, значит, Мария Антуанетта ему родила некоторое количество детей. Вот. А поэтому всему, что Арсенов с этими забавами не увлекался, он занимался науками. А науки тогда были очень специфические. На первом месте, естественно, были науки общественные. Но он же король, он должен обществом руководить. Он будущий король, наследник престола. И вот науки-то были экономические. Вот экономика, она тогда вошла в моду. Был такое слово, такое обобщающее, так сказать, физиократы. Физиократы. Это, значит, такое течение в экономике, я вам, как говорится, своими словами не из книжного определения, такое течение в экономике, которое очень правильно совершенно указывало на то, что в экономике-то ведь всё основано на неких материальных основах. На желании людей потреблять, скажем, хлеб, потому что хотят они жить. Вот. И так далее. На конкретных возможностях по производству того или иного продукта. Ну, в общем, очень такая правильная, близкая нам, людям, изучавшим в институтах и в школах марксистско-ленинскую экономическую теорию, такая, в общем, простая, внятная идея. Вот. И идеи эти были рыночные, в общем-то говоря, в ту пору. И вот об эти вот рыночные идеи испоткнулся Людовик XVI. Дело в том, что к моменту восшествия его на престол были очень большие проблемы в экономике французской. Французская экономика была замучена всякими расходами. Расходами и долгами, кредитами. Потому что я понимаю, что есть всякие налоги, которые надо платить. Вот. Это, кстати говоря, значит, в парадном облачении тот же самый Людовик. Видите, он, кажется, немножко старше своих лет на этой картинке. Ну, вот. В таком, значит, с горностаевым, наверное, воротником. С тростью, как положено королю. Значит, имитируется некая такая вот. В России было принято, чтобы царя-бояре водили под руки, как, значит, немощного старца. А вот во Франции принято было, чтобы он ходил с такой вот тростью. Король. Вот так вот. Подчеркивать такой вот. Его самостоятельность, правда. Не под руки водит, а все-таки ходит с палочкой. Король. А это вот его жена, Мария Антуанетта. Между прочим, очень, как сейчас вот до меня дошло, несчастная, по сути дела, женщина. Она была дочкой императора австрийского, как мы сейчас бы сказали. А тогда это называлось еще Священной Римской империей. Германская нация, немецкая нация. Вот она. Вот такая, видите, у нее какая-то грустинка в лице. Хотя это она такая в костюме амазонки, то есть в костюме для верховой езды. Вот эта вот красавица Мария Антуанетта. Раньше в Пушкинском музее стоял бюст Мария Антуанетта. Его потом отправили куда-то на реставрацию. Не помню, вернули его или нет с реставрации. Вот. Вот она и в другом своем обличье. Тоже Мария Антуанетта. И, наконец, Мария Антуанетта рядом с глобусом, как бы показывающим некое имперское величие, что ли, да, Франции. Франция по территории-то маленькая, в общем-то, европейская страна. Ну, не очень большая по нашим российским масштабам. Но страна весьма значительная в тогдашнем экономическом, так сказать, табеле о рангах, в политическом отношении. Очень значительная страна. И существование ее на европейском континенте, вот так как самостоятельной державы, всегда в каком-то отношении политическом противопоставлялась вот эта вот Австро-Венгерская империя, как бы сейчас мы ее назвали, а тогда называлась Священная Римская империя. Столица этой империи была в Вене, поэтому сейчас она у нас ассоциируется с Австрией. Мы так иногда за глазами называем Австрийской империей, Австрийский император. Говорим, хотя на самом деле это вот император той самой так называемой Священной Римской империи. Так называемой. И вот так уж получилось, что когда после Столетней войны англичан изъяли из континентальной Европы, английская политика в отношении континента стала опираться на, скажем так, систему сдержек противовесов. Все время английская политика, кстати, которая велась очень ловко и очень разными способами, с применением самых различных явных и тайных средств, была рассчитана на то, чтобы на континенте континент не объединился бы в единое целое, чтобы континент не представлял из себя какого-то единого могучего государства. Ведь такое в истории было. Когда-то почти вся цивилизованная часть Европы была объединена в Римскую империю, потом появилась империя Карла Великого, тоже, в общем-то, почти вся цивилизованная континентальная часть, она стала больше цивилизованная часть по площади, чем при древнеримских, в древнеримские времена. И противоставлять здесь как раз нужно было Францию и Австрию. Вот в силу того, что после Столетней войны у французов и англичан были, так сказать, отношения, ну, немножко как кошка с собакой, что ли, да, у них были еще отношения противоречивые, потому что католицизм, господствующий на континенте, и англиканская церковь, которая была выведена из-под крыла, так сказать, римского папы. В общем, это немножко разные вещи. Правда, и в Австрии ведь там тоже были католики. Ничего, жили себе нормально в Австрии католики. Признавали их англичане за своих союзников иногда. И вот тут возник такой момент, что во Франции произошел династический брак. Значит, король французов женат на родной сестре императора Австрии. Вот это вот начинала уже, как бы сказать, ситуация выходить из-под контроля англичан. То есть обе эти, так сказать, гирьки, которые традиционно были на разных весах, на разных чашках весов европейской политики, оказывались почему-то на одних весах. Что было положить на другую чашку, это было совершенно непонятно для англичан. Вот это вот такая вот ситуация. Должна была британский форин офис как-то вот стимулировать их мозговую деятельность на то, как бы Францию с Австрией поссорить. Это такой был, конечно, момент у них должен был присутствовать как-то так вот в их политике-то. Внутренний такой вот, в внутренних раздумьях о будущем Европы. Кстати говоря, к чему это привело? В конце концов, ведь когда революционная Франция после революции, после того, как Мария Антуанетти отрубили голову, стала врагом, значит, Австрийской империи, после того, как они повоевали, после того, как возникли антифранцузские коалиции, несколько, значит, сменек которых всех успешно, французская революционная, потом французско-наполеонская армия успешно, значит, разбивала, появилась угроза объединения Европы под крылом Наполеона. Опять бедным англичанам пришлось приводить всю эту систему опять в какое-то равновесие, кого-то противопоставлять Наполеону. И так вот десятки лет, ну, десятка, два лет бушевал пожар войны на Европейском континенте, пока не, опять не получилось, значит, равновесие сил не установилось после того, как казаки вошли в Париж. Вот что случилось. А Мария Антуанетта была действительно женщиной несчастной. Она была очень скромная, очень такая увлеченная, ну, скромной, ну, в меру, естественно, да. До того, как ее супруг не сделал вот эту загадочную для меня операцию, детей у нее не было, то есть, очевидно, она не имела любовников, помимо своего родного мужа. Он, муж, всегда немножко чувствовал себя виноватым перед женой, вот из-за этого своего физического недостатка. Он старался всегда и угодить, был всегда очень предупредителен, ну, уважал очень жену. Он долгое время не мог быть к ней нежен и заменял эту нежность большим-большим, глубоким, таким нравственным, интеллектуальным уважением. У нее, значит, недалеко от Парижа была, как рассказывают, искусственная деревня, в которой она, значит, тоже могла вот как-то вот приобщаться к жизни пуазан, крестьян французских, но у себя, конечно, в своих этих вот рамках. Некий такой эрмитаж, то есть уединенное место, где можно было вот отдохнуть от тягости тогдашней жизни. Отдохнуть надо было ей, чего только против нее там не затевалось. Были совершенно безобразные истории. Еще во времена, когда Людовик правил, был такой кардинал Роган. Фамилия, кстати, достаточно известная в нашем рассказе, он еще там появится один раз, по крайней мере. И вот этот кардинал Роган задумал стать ее любовником. Ну, вот хотел стать ее фаворитом, фаворитом королевы. И надо же такому случиться. Это человек, нам хорошо всем с вами известный по легендам, можно сказать, почти легендарный личность. Наверное, я, например, не очень представлял исторической личностью этот граф Калиостро. Был ли он графом, и какая его на самом деле фамилия, Калиостро он или не Калиостро, известный авантюрист. И вот этот известный авантюрист вошел в сговор с некой другой авантюристкой, менее известной, имени, не помню. Она себя выдавала за какую-то принцессу из рода Валуа. Вот она себя успешно выдавала. Вот такая самозванка, типа вот наших княжен, княгини, княжни Таракановой, помните, такая была, которая выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы. Там какие-то были у нее авантюры, попытки претендовать на престол Екатерины Великой. В те же времена происходило, кстати, дело и во Франции. И вот эта вот дама, она, значит, вышла на Арагана этого. И, значит, говорит, я, мол, тебе устрою свидание с королевой, с королевой устрою свидание, ты ей подари. Ну, она, конечно, говорила ему тю, интимно, так тю. Вот у французов есть ву-вы и тю. Вот, а у них, значит, есть такое вот очень... Значит, вот она ему так вот интимно говорила, мол, ты ей подаришь ожерелье. Закажешь сейчас ювелиру ожерелье, дорогое-дорогое ожерелье, и подаришь. Ну, заказал он дорогое-дорогое ожерелье. А граф Калиостро нашел актрису, ну, которая, наверное, внешне была достаточно похожа на Марию Антуанетту. Вот тот факт, что некая актриса, внешне похожая на Марию Антуанетту, могла сыграть роль Марии Антуанетты, значит, в сцене тайного свидания с этим вот Араганом. Это говорит о том, что Марию Антуанетту была мало известна свету. Ну, представьте себе, кто-то выдает себя, там, я не знаю, за известного вам политического деятеля. Очень маловероятно, что вы в личном контакте, а тот контакт должен был быть более чем личным, очень глубоким, интимным, значит, когда должен он был королеве в обмен на ее любовь подарить какое-то замечательное ожерелье. Вот. Ну, вот нашел, значит, актрису, граф Калиостро, которая сыграла роль королевы. Королеве этой мнимой Араган подарила ожерелье. А, ну, потом это ожерелье граф Калиостро со своей, значит, напарницей увезли в Лондон. Там по частям его распродали. Дорогое было, говорю, точно, ожерелье. Все знали, включая ювелира, который это изготавливал, что это ожерелье предназначено для Марии Антуанетты, что, значит, его подарил Араган. Араган стал рассказывать, значит, он стал претендовать на продолжение отношений с королевой, стал рассказывать, что вот он ей подарил ожерелье. Дело дошло до суда, потому что в суд на этого Арагана было подано королевой. Ну, вот, посмотрите, вот абсолютистская монархия, а суд оказался независимым. Суд этого Арагана оправдал. Представляете, то есть, по сути дела, могло возникнуть такое в обществе убеждение, что добросовестно заблуждавшийся Араган мог рассчитывать на то, что королева примет у него, значит, в подарок ожерелье в обмен на какие-то, так сказать, интимные радости. Ну, вообще, это очень был удар по репутации королевы. Суд вот отверг ее притязание. То есть, да, вот, ну, понятно, кто же обвинит королеву, королеву в неподозрении, что это она приняла это ожерелье. Кстати, это ожерелье потом, я говорю, на французской революции великой ставили в вину, так сказать, пеняли. Вину попеняли ей. Чего только ей не придумывали. Когда уже супруг ее был казнен, у нее ведь дети были, ну, кстати, о детях чуть потом, супруг ее, когда взошел на престол, он решил стране навести экономический порядок. Страна была вся в долгах, как в шелках. Вот эта вот система откупов нужных денег не приносила. Приходилось брать еще кредиты. То есть, постоянно, значит, приходилось кредитовать, значит, потребности двора и все такое прочее. В обществе, в общем-то, было отрицательное отношение к роскоши двора, при всем при том, что Франция как государство в тяжелом отношении, в тяжелом положении. И вот король поставил во главе правительства, по сути дела, так сказать, Тюрго. Тюрго был скорее ученый-экономист, чем финансист. Этот самый Тюрго проповедовал идеи, как бы сейчас сказали, рыночной экономики. Во Франции существовала определенная система нормирования цен. Ну, скажем так, устанавливал цены на зерно, как на очень важный продукт, который, значит, без которого мог в стране просто начаться голод. И вот этот самый Тюрго, он считал, что для успешного функционирования экономики нужно, ну, так сказать, свободное установление цен. Он был за свободную торговлю, он отменил цены на... Отменил вот это вот регулирование цен на зерно. Цены можно было продавать по любой цене, какой угодно. В конце концов, ситуация в стране еще больше осложнилась. То есть, из просто такого вот хронического бюджетного дефицита ситуация перешла в состояние... Такой бюджетный дефицит отражался не только на циферках государственного баланса, но он отражался на каждом обитателе Франции, особенно на вот этих вот малосостоятельных людях, для которых продукты питания составляют значительную часть в их бюджете, покупка продуктов, расходы на продукты питания. Вот по ним это очень больно ударило. То есть, большой радости от этого французский народ не испытал, от всех этих вот нововведений. Значит, должность, так сказать, Тюрго называлась генеральный контролер финансов. Если вы читали Александра Дюма, что-нибудь типа 10 лет спустя, 20 лет спустя, там фигурирует такая должность суперинтендант финансов. Вот это как раз он и есть. Вот так вот. У Дюма в его романах эта должность вот так вот переведена на русский язык, суперинтендант финансов. Это всегда люди были, которые замечательно жили, так сказать, был такой при восхождении, в восшествии на трон, вернее, так сказать, при начальной части карьеры, да, царствования Людовика XIV суперинтендант финансов, так сказать, Фукея. Потом он был заменен другим человеком, который так вот держал финансы в кулачке, лишнего не тратил. А Фукея жил уж прям так свободно, замечательно, хорошо. В том обществе, кстати, очень было принято покупать должности. То есть можно было купить должность прокурора, заплатил нужные деньги. Ну, правда, надо, конечно, было юридическое образование, по-моему, иметь, но должность покупалась, это официально было. Хочешь занять должность – купи. Когда настала Великая Французская революция, и, соответственно, система государственного правления стала претерпевать изменения, то людям, которые уже обладали этими должностями, купили, им, значит, предлагалась некая конверсия их должностей в другие должности. Значит, уже вот такая вот, так сказать, замена. Ну, то есть большинство людей такую замену принимали, то есть они одну должность заменяли на другую. Вот зачем покупать должность? Зачем? То есть должность давала доход. Доход должность давала за счет того, что вполне официально не только взятки можно было брать за неправомочное какое-то решение делал, но и вполне официально вот сборы за всякие, так сказать, то, что называется, сейчас бы назвали гербовые сборы, вот, это взимали сами вот держатели этой должности, то есть они питались, кормились от своей должности. То есть государство было очень сильно ограничено в способах собирать средства с общества, с экономики. Оно был, этот сбор не был пропорционален, скажем так, обороту, да. Вот эта вот современная система, когда взимается налог там с оборота, на добавленную стоимость, на прибыль, вот тогда она не существовала. Тогда, значит, была система откупов, когда откупщик выплачивает деньги и сам что-то там собирает, какие-то вот эти, исполняет монополии государственные. Вот в России очень популярны были, так сказать, водочные откупа, значит, покупалось монопольное право от имени, значит, царя продавать, так сказать, водку. Ну, купец торговал водкой, немножко фальшивой иногда водкой, немножко безалкогольной. Водку чем-нибудь, алкоголь чем-то заменяли, неким соединением железа в голову, говорит, шабало точно так же. Ну, думаю, что и во Франции аналогичные были ситуации. Там очень популярно было, так сказать, взимать откупа эти соляные, когда очень плохая соль, значит, французская продавалась, значит, по очень дорогой цене, превышающая цену импортной, дешевой, хорошей, чистой, прекрасной соли. Когда Тюрго был вынужден уйти, развалив, скажем так, еще сильнее французские финансы, не дама стала министром финансов, вот этим генеральным контролером финансов, а очень удачливый банкир по фамилии Неккер. Так вот я предпочту произнести его фамилию. Нигде я не нашел его портрет, зато нашел портрет его дочери. Это Жермена Досталь, вот эта самая наша известная писательница, известный такой политический деятель, такого низового змина, который выполнял какие-то тайные поручения, скажем, императора Александра Первого, что-то там, его имени с кем-то в частном порядке переговорить. Вот она здесь есть у нас, Жермиона, по-моему, правильно ее так имя произносится, а это так по-старинке, по-советски Жермена. Вот, он был банкир, он был профессионал в части финансов, ну, что там можно было сделать? Он крутился, как положено банкиру, в одном месте занять, в другом месте отдать, реструктуризировать долг, как говорят на современном финансовом жаргоне. Вот, подождите нам еще немножко нашего долга, мы вам непременно отдадим, если у нас вдруг деньги неожиданно заведутся. Вот так вот, но лучше от этого ничего не стало. Лучше не стало от этого ничего. Вот, и Франция катилась и катилась к революции. Подкатилась она к революции в такой ситуации, что король решил, вот уже, ну, наверное, с подачи Никера, изменить налоговую систему. Естественно, дополнительными налогами обложить. Нужно было как-то сильно очень менять, потому что вот эта система от купов должна куда-то была уйти в прошлое. Надо было собирать, ведь, не с от купщиков деньги, а непосредственно с налогоплательщиков. Ну, мне сейчас трудно придумывать, что бы надо было сделать Людовику XVI в ту пору. Вот, в ту пору он был уже отец достаточно большого семейства. Вот это его супруга, Мария Антуанетта, с детьми. И надо так сказать, что незадолго до революции старший ее сын умер и остался только младший. Вот он сбоку стоит, видите, около кресла. Стоит около кресла. Вот он такой милый ребенок, болезненный. Когда случилась Велико-Французская революция, ему было 9 лет. И вот уже когда Людовику, отцу его голову-то отрубили, маму, среди прочего, среди этих обвинений, каких-то непонятных, связанных с этим ожерельем, было такое обвинение, что она совратила своего 9-летнего сына. Ну, это совершенно было уже какое-то безобразное и мерзкое обвинение в стиле порнографических произведений маркиза Десада. То есть лепили на нее все, что угодно. То есть она совершенно была к этому непригодна. Чем-то мне эта вот такая ее, так сказать, травля напоминает историю семьи нашего последнего императора Николая II и его супруги Александра Федоровна. Ей, помнится, ставили в вину в том, какое-то участие в разврате с этим, с Распутиным, что ее, значит, любимая подруга Выгрубова была любовницей Распутина. И после революции нашей, февральской, не октябрьской, была устроена специальная комиссия для расследования вот этих вот злоупотреблений царского режима. Ну, подобно-то тому, как это было в Великой Французской революции. Они очень сильно похожи так вот. Вот эти все эпохи похожи. И вот, значит, та комиссия, которая была наряжена, она, значит, просто выяснила вдруг, неожиданно, что когда-то побывавшая замужем Выгрубова оказалась девственницей. То есть, никаким развратом с этим вот пьяным мужиком, как ему изображали Распутина, она заниматься не могла. И был ли таким демоническим злым гением Распутин или нет, тоже неизвестно. Ну, народная молва как к царской семье нашей относилась очень плохо, так и здесь. У нашей царицы была всегдашняя такая боль и грусть в глазах из-за того, что сын ее был, значит, неизлечимый, в общем-то, безнадежно болен гемофилией. А у французской королевы эта боль была не из-за ребенка, а из-за их очень сложных супружеских отношений с мужем. И вот этот вот мальчик после гибели отца на плахе был, значит, заочно сторонниками монархии, провозглашен Людовиком XVI. Конечно, он никогда не царствовал, не правил. В ту пору, в пору революции он скоропостижно умер в революционном Париже. Так написано в справочнике. Не более того, умер он или отравили его, что вполне могло быть в духе того времени, неизвестно. Вот, ну, он вошел в список как Людовик XVII. И первый после реставрации Бурбонов, брат Людовика XVI стал Людовиком XVIII. Кстати, брат Людовик XVI очень долго рассчитывал, что у его брата не будет детей. Он рассчитывал на это, ну, потому что, помните, я вам говорил про какой-то загадочный физический недостаток Людовика XVI. Вот он, значит, эти расчеты такие вот на этом деле, значит, строил. Ну, а тут бац, приехали и все вылечили. Это, кстати говоря, одна из королевских сестер. Она тоже сложила голову на плахе. Вот такая вот дама. Да, и эта тоже вот дама очень интересная. Она была воспитательницей детей королевы. Она была ее подруга. Вот тот период долгий времени, когда у короля с королевой, значит, были исключительно уважительные отношения, вот, то она была первейшей подругой королевы. И занималась тем, что стала потом воспитательницей ее детей. И, значит, потом ее симпатичную даму, значит, она, правда, избежала суровой участи, успела уехать за границу в начале революции. Но связь с этой вот дамой, по-нашему, ну, подружка и подружка, тоже вот упоенные чтением романов Маркиза де Сада, там тоже говорили, черти что, про отношения королевы с ее подругой. И тоже ей ставили лыков строку, значит, лишний повод отрубить голову. Вообще отрубить голову можно было только потому, что, ну, человек такой хороший, что голову ему хочется отрубить, шея есть, чего бы не отрубить. А весь этот балаган с тогдашними трибуналами, это только была развлекуха для черни парижской, да, вот так вот здорово, развлекуха черни. Сестра королевы, австрийская принцесса, а это мама королевы Мария Антуанетта, такая очень выливая дама, серьезная, австрийская, как-то она мне не очень похожа на свою дочь. А это ее папа, австрийский император. А вот это брат Фридрих II, тоже австрийский император, тот самый, который уговорил мужу своей сестры, Людовику XVI, сделать операцию и заиметь кучу, ну, небольшую кучку детей. А вот это очень тоже интересная фигура. Это дедушка Людовика XVI, Людовик XV, он, значит, правил страной и людьми, при всем при этом при нем была мадам Дюбари, его фаворитка. Так все привыкли в ту пору, что есть король, есть королева, у короля есть своя фаворитка, которая и правит везде, с этой прекрасной фавориткой король везде появляется, ну, а королева со своими фаворитами там романы крутит. Видите, такая милая, красивая мадам Дюбари. Так вот эту мадам Дюбари не мог никак переносить Людовик XVI, будущий король. То есть, эту вот подругу сердца своего дедушки он не выносил, абсолютно не выносил. А она тут везде же в дворце, все дела на ней, она же, так сказать, вот такая ситуация. Франция привыкла к такому вот фальшивому, ложному положению, католическая, в общем-то, Франция, в которой король имеет фактически некоторое количество жен, не совсем определенной по численности. А у Людовика XVI ничего этого не было. Ну, вот за грехи своих предков пришлось отвечать ему. Он голову сложил на плахе, вот эти все безобразия. Я ничего против, не имею многоженства, но все-таки как-то вот народ в ту пору это воспринимал через призму. Непонятно чего. С одной стороны, вроде плохо, но, с другой стороны, так хочется, что невозможно отказать. Вот та же самая прекрасная мадам Дюбари, но в мраморе. Вот она замечательная, мраморная Диана такая, мадам Дюбари. Ну, начали мы с вами за здравие. Начали с Антуана Лавуазье, позиционированного мной как великий химик, с одной стороны, с другой стороны, как крупный финансовый деятель. И с третьей и четвертой стороны, как спекулянт, ну, честный спекулянт, кстати говоря, он не занимался приватизацией, не ухватывал ничего. С одной стороны, как честный спекулянт, а с другой стороны, как жертва террора революционного, которому отрубили голову. Вот так он был мною вам представлен. И вот на этот вот штырь такой, как бы, да, знаете, такие из бутерброда, называются они, по-моему, канопе. Несколько там что-то такое, ломтиков чего-то, и по-моему, что-то типа зубочистки, палочка такая острая. Вот берут ее, и люди съедают, да. И вот в данном случае я пытался в качестве вот этого штыря использовать некую персоналию, да, Антуана Луазье, да. А вышло вот в данной первой передаче, что роль этого штыря, на который все нанизывает, оказалось, там такой штырь показался расщепленный немножко. Семья последнего перед Великой Французской революцией монарха французского 16-го Луи, Луи 16-го, Людовика 16-го и его супруги Мариэн Туанетты. Век был куртуазный, веселый, 18-й, воспетый целым разделом кинематографа такого костюмного, французского, очень любимого в годы моего детства. Там Жан Море в шляпе с перьями, со шпагой играл, всякие дамы с глубокими вырезами там были всегда, красовались на экране. Но в ту пору жили ведь люди-то и ученые, причем люди-ученые жили двух направлений, естественно-научные и гуманитарии, то есть, так сказать, ваш брат-гуманитарий. И время было очень специфическое. На него, как ни странно, наложило свою вот эту печать, не печать, а вот русло ему сделало, вот как раз куртуазность предшествовавшего ему периода в истории Франции. Периода, скажем, со спецификой семейных отношений, когда иметь несколько любовниц, а несколько любовников, жене, соответственно, это было нормой. Время наше сегодня стекло, а вот продолжать эту историю про химию и про то, как формировалось, скажем так, представление людей о мире и об обществе в ту пору, мы продолжим, я надеюсь, в следующий раз. Желаю вам всего наилучшего, удачи вам, до свидания. Продолжение следует...